друзья всем привет мы с вами продолжаем играть в наш симулятор повара симулятор можно даже сказать полноценного ресторана которые мы с вами управляем в прошлой серии мы с вами готовились к тому чтобы открывать этот самый ресторан да и сегодня у нас будет первый день нашей работы но с менюшка готова все готово осталось только подготовиться к нашему дню контролирует запасы делать закупки да погнали готовиться во первых нам нужно подготовить продукты на день то есть погнали закупаться заходим сюда на рынок мы с вами залетаем рынок у нас здесь что нам нужно для рынка нам собственно точнее для нашего дня нам нужно с вами купить много овощей довольно таки приличное количество мяска тоже так немало рыбки поменьше и это вообще я не знаю что такое это что-то растительное да судя по всему имеется ввиду возможно окей мы это еще с вами закупаем платим и за это все с вами 48 монеток оплачиваем это все и погнали кстати перед тем как вообще начинать давайте-ка мы немножко займемся декором нашего ресторана да то на прошлый раз даже толком не дали этим позаниматься из-за того что у нас было обучение теперь-то я надеюсь мы с вами тут щас с вами ёптвою мать все наделаем можно менять кстати нашу барную стойку перемещать ее нельзя но можно ее ага а можно смотрите освещение менять все вообще можно менять аферить так ну-ка смотри но лампы давай менять не будем давай-ка мы возможно чем тут сменим вина можно только не вот это выглядит как-то поймите хотя бы блин микро ловко чести но это как-то по более уютнее что лет нежели вот это да это слишком кошерно выглядит не не давай не будем давай не будем окей больше здесь вроде как менять ничего нельзя так что мы двигаемся к с вами к столикам на судите что-то тут еще можно менять а это у нас вами собственно освещение освещение меня устраивает такие лампы довольно-таки интересно выглядят менять и их не буду можно менять вот здесь всякий движ всякие серванты цветочки 2 здесь пока все уберем здесь что можем сделать и предлагаю сюда забахать вам поэтому она здесь будет в тему да а вот здесь тогда мы сами добавляем вот это а вот сюда еще очень добавил чтобы так сказать пусто не было ну-ка культе картину по у вот это неплохо смотрится хотя часики они часы часики не в тему это все добавлять нету смысла давай добавим вот это или карте давай картину ладно так здесь на стену еще повесить нельзя здесь тоже можешь на стенку бахнуть поставить вы есть кстати можно уже вот эту движуху наделать так здесь что здесь предлагаю сделать вот так и еще плюс освещение у нас будет вот можно также менять у нас с вами стол и стулья то есть можно круглые не круглые так тут двойной стол поэтому тут круглые точно не в тему так салфеточки можно менять салфеточки давай темненькие сделаем выглядит не очень вот это естественно ставим и сами собственно приборы столовые вот это мне кажется выглядит неплохо в обалдешь там еще стулья вроде менять можно было вот это будет ну смотри намного лучше да намного приятнее а вообще везде да так вообще везде так изменилось или мне кажется вроде везде так изменилось тут уже кругленькие оставим на ничего менять не будем блин а похоже что везде применилось такое ощущение у меня но кей-окей тогда мы так и оставляем мне так-то все нравится так что еще мы можем с вами поменять вот этот светильник будет лишний мы его с вами убираем наверное цветочки здесь оставляем и в принципе это все больше ничего не можно еще здесь вешалку бахнуть до кучи и пока что оставляем как-то так естественно в будущем наверное у нас еще что-то разблокируется появятся какие-то вкусняшки до ком декорчик но я думаю этого пока что должно нам более чем хватить кухоньку менять ли нам с вами кухоньку честно я бы хотелось блин еще одну кулинарную книгу но ее то ли покупает надо то ли что у нас к эти время идет ёб твою нас вороны время с это идет утром на час погоди и погоди а у нас сам перешел заказ заказа к заказ до заказ у нас видимо уже перешел мы с вами забираем собственно все из-за холодильников видите качество дальше по сроку годности лучше наверное будем чекать нежели по качеству вот это все мы сами забираем надо все расставлять и готовиться собственно к нашим посетителям все здесь готово это мы все скипаем что нам нужно сделать заранее что я предлагаю сделать так это наверное подготовить что там такое что произошло чего-то мимо чего-то не а зайти в кабинет у нас еще кабинет оказывается есть погнали глянем так записка идет хочу у нас есть давно ссылка венет оказывается чему эту делать можем интересно ну выглядит как кабинет то есть тут по факту откройте каталог в кабинете возможно тут можем декор кстати покупать да панель управления это панель управления рестораном вы сейчас на странице ресторан на каждой странице есть информация так иначе касающиеся развития ресторана о может нанимать команду смотри да на странице город перечислены люди с которыми вы встречались и текущий уровень отношения с ними и наконец на странице перед сменой есть сводные данные о прошлых сменах на странице ресторан отображается важная информация вашего ресторане цена в меню средняя самое популярное блюдо награды есть всякие стили ресторана повседневной кухни открыты 4 день может изменить кстати наш ресторан и логотип клиенты эта шкала показывает в ваших клиентов каждая заполнена ячейка это новый клиент значками в виде сердца отмечены постоянные клиенты они любят ваши рестораны оставляют хорошие чаевые по шкале гиггена можно определить уровень чистоты ресторана не забывайте убираться сами и по необходимости поручайте сотрудникам заниматься уборкой шкала ответственность отражает вашу тягу к сохранению природы а вот что такое ответственность чем более ответственно вы себя ведете тем более лучше себя чувствуют сотрудники понял давайте кстати изменим может лого логотип как как назовем наш ресторан блин можешь написать что-нибудь в комментах я пока что наверное дам кому-нибудь тупорилое название как я умею сейчас будет погоди су суще сущий бар не удивляйтесь ничего в этой жизни какие с логотипы 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 по кругу уже пошло кстати там неправильно сущий вот так сущий бар так ну окей какой лого возьмем мне вот это понравилось выглядит имбова да сущий бар но все имба так а давайте зайдем сами в профиль тут можно глянуть наш левел наши денежки наши какие-то купоны левел технологий сколько можем апнуть не апнуть команду данный момент у нас есть только кассим и в будущем сможем нанять еще двух работников буду в полдень он сказала рыбное филе кассим специализируется на блюдах из рыбы и морепродуктах в городе мы знакомы только с максом окей 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 так при я открыть каталог в кабинете тут еще что то есть вот это каталог каталог а вот тут да вот тут уже можно закупать всякий движ я бы если честно блин так там много стоит он в бедом за листы вот кучу все можно закупать будет отделки разные можно себе чем-нибудь закупать смотри да его вот это хотел купить без этого тяжко у меня есть еще лишние деньги это будет моя самая тупорылая возможно покупка в жизни да но я куплю ну правда очень нужно необходимо крайне необходимо погнали ничего мне нужно чтобы здесь поставить потому что я постоянно здесь когда беру какие-то ингредиенты я вечно хожу книги потому что вечно забываю что мне необходимо это меня бесит это это мне не нужно окей давайте подготовимся собственно к нашему к чему почему мы готовимся к открытию ресторана в первую очередь нужно нам с вами приготовить сразу же заранее нам нужно приготовить бабы или как ее там стручки каких как их ну вот эту штучку я уже был как она называется стручки вот для рыбы нужны стручки стручки нужно уже на подогретой воде добавить обязательно переправы не забыть окей мы с вами включаем плиту также мы заранее сразу же с вами включаем наш горель и я предлагаю еще заранее нарезать рыбки нарезать мясо да все это так сказать подготовить к нашим клиентам так по дому кусочку рыбки мяса я думаю пока хватит сейчас это все сами возьмем бац бац готова тяка рыбка есть теперь давай также миска с вами подготовим и сразу чтоб сюда не ходить мы наверное возьмем с вами так это обязательно картошечку помидорчик лучок ну и наверное еще по одному разу все это вместе взято а и также кстати моцареллу было бы неплохо тоже порезать так что мы еще 2 моцареллы возьмем я уж не знаю в чем у нас там люди будут конечно заказывать но лучше перебдеть правильно ведь правильно погнали а какой вкусный сущный кусок а я уже хочу кушать все начинаем нарезать всю движуху чик 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 благо это делается все домики в темпе вальсов моцареллка готова лучок что осталось она остался мой лучок до помидорки все хорошо помидорка кстати почему-то 1 что я а я уже одну нарезал увижу все 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 вижу все вижу те ок чик 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 все это все мы с вами забираем чтобы это все у нас с вами не портилась да или еще что-то в этом духе мы это все размещаем собственно в холодильнике вопрос хватит ли места на все это хватает места только на 9 продуктов окей буду на будущее знать на будущее будем знать с вами об этом так вода у нас уже кстати готова я предлагаю начать готовить фасоль фасоль уже сразу же залетает так нам не хватает с вами чего соль ой забыл как обычно забыл про всякие пряности это обязательно нужно так нам нужна соль соль добавляем еще соль нужно еще соль нужно еще соль и добавляем еще соль нужно превосходно все больше от нас ничего не требуется давайте немножко ускорим весь этот процесс так как-никак у нас с вами утро уже заканчивается скоро да в принципе мясо овощи все подготовил больше там не ничего и не нужно то есть мы с вами готовы к тому чтобы начать принимать клиентов это мы сами выключаем забираем и вот сюда ставим чтобы она у нас с вами всегда была горяченькая готовенькая на а плюс у нас естественно сами все получается так подойдите к офисному креслу а вот почему не время кстати остановилась у меня видимо еще обучение какое-то идет ну давай подошел али вот сюда выдуман кресле ход времени воспринимается совсем иначе и если кто-нибудь захочет с вами поговорить или произойдет важное событие ход времени замедлиться могу ускорить время оскорить его могу прямо до дня так еще он человек пришел вот наш молодой человек пришел я сегодня да я уже подготовил все что нам нужно ну что дождались сегодня будет то еще шоу мы шли к этому долгие месяцы и наконец-то открываемся теперь когда все готово я могу отправиться творить на кухню а раз я стану поваром ты можешь давать мне задание поговори с одним из поваров чтобы поручить ему задание сейчас косима сумма только уборка помню что ваша ответственность влияет на настроение ваш всего коллектива чем она выше тем лучше работают сотрудники гигиенам если попросить поваром браться в ресторане гигиена заполнится это можно видеть в кабинете посмотрите на панель управления в компьютере беда с гигиены в случае беды с гигиены поручить одному из поваров перебраться в ресторане чтобы шкала гигиены не опустела беда с гигиеной дело серьезно на ней исправлять требуется время так что лучше регулярно убираться ясно я тоже об этом думаю надо этим заниматься давай попросим а он и так кстати идет выбираться то есть я могу что к нему подойти ну на так прибирается то есть от меня ничего не требуется он и так все делает он молодец парнишка умный я так полагаю днем мы тоже закрыты то есть днем мы тоже можем подготавливаться чем-то заниматься а вот вечером до вечером у нас уже с вами идут собственно посетителям я предлагаю может быть открыть какой-нибудь рецептик или я не могу не не могу себе нужно третий level у меня в данный момент кто к 2 но ясненько тогда придется сегодня день немножко проскипать там конечно воде пицца была она будет и значок нужен чтобы открыть это все понял тогда мы наверное сейчас с вами это время все проскипаем на ну что мы уже с вами подготовились да ничего же не забыл нет ничего не забыл все пойдем скипать время по чуть-чуть по мальца и вечером уже с вами будем открываться благо это можно сделать было бы очень неудобно просто сидеть и ждать я не знаю чем бы вообще в этой жизни занимался описано долго так у нас появился клиент чего я думал мы вечером открываемся это новый ресторан прекрасно что вы появились нашем чудесном городе постараюсь заглянуть к вам ближайшие дни попробовать вашу стрип ню скорее бы почитать ваше меню а ну это просто и винтик это просто был ивент мы с вами еще не открылись окей хорошо тогда идем дальше скипать время еще вечером начнется движ вот еще что я решил нанять старшую официантку для присмотра за остальными сегодня я сам ей помогу чтобы она обвыклась а вот и она привет шеф меня зовут паре и рада с вами познакомиться я буду пересматривать за всем в обеденном зале буду руководить официантами и обслуживанием посетителей а вы сможете сосредоточиться на кухне и ни на что не отвлекаться к слову о посетителях они скоро уже появятся готовьтесь паре а вы познакомились паре главным официантом у него большой опыт и ей очень нравится новая работа так что у нас так что она управляет команды с удовольствием там внешняя с окей еще раз кипом время и вечером сейчас у нас с вами ресторанчик открывается так много про открывать ресторан до нуленьки много времени не дают на самом деле на то чтобы подготовиться могут еще кто-то это наш официант судя по всему еще один официант народа все все приготовление завершены пора распахивать двери просто не верится мы самом деле открыли собственные рестораны которым мечтали с колледжа уверен мы сделаем все чтобы войти в топ местных ресторанов у нас получится давай давай я начну начинаем смело лет день 4 на самом деле правда очень много времени на это все дают кстати выйти мне нельзя сотри когда а выйти то мне не дают он пришел посетитель его провожают к столику анимации есть все дела из ниоткуда появляется минимум в принципе реалистично и мы теперь ждем пока он совершит какой-то заказе к вот меню убрал значит по любому официант подходит взять заказ до до официант записывает блин пока 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 мне нравится ну не учитывая меню из ниоткуда но это мелочи жизни считаю не так ли так и официант идет к нам чтобы сказать что заказал а собственно наш посетитель ага он дает мне листочек новый клиент приготовить изи нас уже все по сути готова только соус надо будет сделать соус мы сейчас с вами сделаем чтобы сделать соус нам с вами нужно собственно с уксус плюс сахар если я не ошибаюсь также возьмем с вами лавровый лист так идем это с вами забираем оставим включаем плиту все добавляем и начинаем готовить это все готовить это надо что не на высоком огне остальное не суть важно главное чтобы просто высокого огня не было так это все мы с вами пока расставляем на и ждем с вами соус когда появится так плохо что кстати соус готовится очень долго и я банально кстати к не смогу да да я я банально наверно не успею мне кажется это самое скажи уложиться идеально чтобы заказ этот принять хорошо тоже соус готовится очень долго у него уже почти полоска скоро наполовину отпустится тип как без шансов правильно высокий огонь ставить нельзя там в книге это было четко написано ставить объявить я ведь прав до огонь слишком сильный нельзя 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 ни в коем случае нельзя огонь слишком сильный выставлять вообще бы потом сам протестировал может ничего страшного и нету в том что ты огонь выставляешь слишком сильно потому что вот смотрите клиент уже наполовину типа заебался ждать как бы грубо это не звучало но это факт а учетом когда соус приготовиться на типа психики не ночь ничего так давай уже да давай ты сможешь ты справишься давай еще раз напоследок перемешаем с вами все соус мы сами забираем это добавляем соус а рейтинг получил мы начинаем все это готовить также в серединку и соусом это все мы с вами поливаем все салатик у нас с вами готов погнали подавать но мы так иначе кстати неплохо уложились не идеально да но уложились кстати салат почему-то бы рейтинг а я забыл его посолить я тороплюсь отдать клиенту салат поэтому и забыл я извиняюсь я и специально кстати не все равно дали а ну ладно так и быть им дышим подать блюдо подаем блюдо хорошо все молодой человек у нас будет кушать а вот этой вот она тарелочка сейчас официантная на подойдет плечо задним ходом вышел стан подходит забирает тарелочку на поднос все дела и тарелочка отправляется к нашему гостю и нам приходит еще два клиента сразу же вот так у сходу я предлагаю пока у нас они подходят помыть вот эту движуху будет пока сейчас еще раз попросят эту фигню можно кстати заранее еще соус готовить кстати давай сейчас еще соуса заранее приготовим на же там еще есть одно место чтобы собственно этим всем заниматься алик ты еще салатик захочет так и закидываем эти два посетителя кстати вместе да да они вместе перешли зашли соус готовится мы его просто вот сюда поставим я надеюсь так можно сделать я очень надеюсь кстати пока я не забыл как тут вот посмотрите на vd так два заказа это рыба и мясо давай начнем с рыбы рыба нужна нам с вами с чем рыба нужна в планировке они с чем хорошо рыба в планировке погнали так летим 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 рыбку в планировочке сделаем кстати забыл что надо было рыбку сделать в планировке заранее но ничего страшного думаю так теперь нам уже с вами сковородочка сковородочку нужно заранее помню разогреть стопроцент я я я дурачок я забыл перемешивать она не очень страшно еще глянем может сможете страшно так включаем пока сковородку надо было бы еще сразу мясо начать готовить так 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 нам нужно с вами сейчас взять обязательно масло на да и все в принципе кстати аж . все равно получилось так мы это все с вами добавляем начинаем это все готовить это я пока предлагаю убрать сюда так кухонную посуду забираем еще одну сковородку добавляем пока сливочное масло теперь пошли мясо готовить для мяса нам нужно с вами лук плюс ну собственно мясо также картошкой фри надо заняться обязательно пока я не забыл блин а почему она выключилась она добавляем с вами мясо а не тот рецепт добавляем с вами мясо тут что значит будет переворачивать а его переворачивать не надо точник то есть она сама по себе готовится сейчас будет хорошо вот это на переворачивать так что повара почему вот у меня куда делся соль перец что случилось нужно до бесконечности вот этот непонятен нему так нужно то то что еще еще соли не хватает чего еще еще превосходно все мы здесь все с вами сейчас переворачиваемся подвиж готова это мы забираем идем сюда забираем нашу фасоль и че нам еще нужно все все готово начинаем сервировкой заниматься первое блюдо есть картошку фри щас на будет закинуть обязательно не забыть остальное еще успеется а плюс хорошо техническое исполнение замечательное подать блюдо отдаем первую часть блюда я забыл добавить луки и банат миллион слишком сильно прожарен сейчас будет я я да я я знаю что буду путаться ничего я думаю со временем привыкнул ничего в этом всех естественно нет так не погоди сгорит пока я посуду мою какая прожарка наверное слишком сильная да нет с эти нормально в итоге что я только за все хорошо значит все хорошо картошечка картошечка забираем и это все мы начинаем сервировать сервировать суда этим всем занимаемся и второе тоже уходит а кстати думал не успел этот раз даже два блюда успел сделать а плюс кстати тоже а плюс он получил не случайно нажал все блюдо мы с вами оба отдали причем они получили даже хороший рейтинг учитывая что я на косолапин суши неплохо так начинаем мыть посуду одну сковороду пока уберем получили целых 100 опыта денежки военность клиентов а все смена закончена но это все люди были 85 чаевые плюс 3 монетки общий доход в данный момент у нас с вами 63 монеты постоянные посетители появились и у нас также появились новые посетители дополнительное блюдо и мапнули 3 левел мы можем с вами начать готовить что-то новенькое каждый видит визит сюда потрясающе мои поздравления шеф-повару и всему персоналу недавно открылился и уже мой любимый ресторан да здесь даже вообще замечательно присмотреть здесь а и все равно 85 а здесь а плюс и все равно 80 что как это работает не ясно непонятно ясно непонятно так и следующему дню пока не идем надо естественно везде по убираться как иначе нужно теперь это все убирать самое тяжелое ноги вот такой-то на свой первый день 3 посетителя самом деле немного но в принципе как для открытия куда как для открытия наверное не так уж и много если подумать ну да и ладно а мы чё а нам и так нормально мы 60 монет заработали я книгу а купил кстати по итогу к сюда все равно не хожу это я конечно могу так с этим что делать 2 кстати до завтрашнего дня здесь оставлю заодно гляну как она работает вряд ли она не испортится завтрашнего дня что-то не подсказывает холодильник тоже давай оставим заодно глянем чудака можем с вами открыть новое блюдо называется она концом блять что концом с апельсина морковью и мятой офигеть давай глянем что это такое вообще из чего она делается нужно апельсинчик базилик токов в порошке каком-то сли по всему размельченный точнее морковочка забыл как называется забыл как называется я огурец хорошо новая кухонная посуда у нас открывается так давай-ка мы приготовим наверное наше новое блюдо еще думаете я думаю надо я думаю нужная наш так сезон так окей так у нас возможно здесь где-то появился нет того контрол все хорошо так вопрос если у меня сейчас апельсины или надо завтрашнего дня ждать а у меня все у меня недоступно то есть рецептами и всем этим я занимаюсь видимо утром и днем до наши молодые людей убираются а мы идем с вами домой предварительно давай зайдем сюда глянем вообще чудо как так это ясно у нас еще кассе может лава лапать но пока не ясно как 170 монет почти 4 level с гигиеной все хорошо с ответственностью все замечательно и почти новый постоянный клиент кстати появился окей погнали с вами давай следующему дню сколько вот один день шоу 30 минут я думаю как раз по два дня и будем играть плюс-минус можно даже когда-то по одному потому что на новые рецептики все дела это тоже занимает немало времени все пока у нас утром акции тут все смотри убирается то есть не обязательно это все мыть хочешь сказать еще есть это так это конечно да я не против так давайте заказывать всякую вкусняху заказывать все равно буду здесь я хоть и помню шутку ответственность но я буду ответственно 48 монет это все нам стоит то есть мы тратим 48 получаем 60 в ваш раз получили 60 за заказа новинки блин маленький заработок на самом деле то есть если убрать давай уберем на просто ради интереса вот тут по две монетки просто допустим сделаю здесь что-то возьму здесь кстати вот и это да это можно как-то пытаться баланс поймать какой-нибудь и допустим вот так все в итоге я в нос в ноль выхожу и трачу 36 отдых это выгоднее намного над давай таки будем делать да давай хорошо все у нас идет доставочка доставочка у нас будет идти какое-то время погнали пока что пока идет доставка нам делать к сожалению нечего декором ужина занимались поэтому мы сейчас немножко пропустим своими времени до все у нас вроде переехала до доставочка у нас приехала погнали забирать сейчас будем с вами чекать наш новый рецептик что на себя еще представляет так вот это все забираем забираем седык седык окей все готово все расставляем и давайте глянем у нас еще есть да вот у нас бесконечно они просто надо закупаться обязательно вот и все погнали займемся рецептом так закрепляем его нам нужно с вами морковка апельсин это что а это мята а это что а в этим я не отзыв я вот знал но забыл так огурчик морковка апельсин и кстати все то есть тут чисто растительная движуха да понял ладно так давай глянем этапы а нам нужен какой-то миксер и что это нам это закупать видимо погнали глянем зайдем с вами сейчас в магазин купим так 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 профиль ресторан где закупаться они здесь вот здесь хорошо где эта штука вот она 60 монет стоит ну блин ну ладно давай купим таки быть здесь нам больше ничего не понадобится вроде здесь ничего нового нету и слава богу потому что еще больше денег тратить я я не вынесу я стану банкротом я не хочу так куда мы его поставим вопрос такой такой хороший хороший да на повестке не у нас вопрос может куда-нибудь сюда бахнуть его по-хорошему чем суд место занимается не занимается точнее так ничего погнали первым делом нужно выжать сок из нашего апельсина а из морковки тоже да то есть надо из того из того морковный сок апельсиновый сок окей то есть это чисто все в блендере делается по большей части то давай с помощью можно измельчать продукты это блендер логично бендер делает все самое продолжит работать даже если в этой 9 от рабочего места это время занимает логично еще специи возможно это добавлять надо погоди а вот у нас появился базилик это самое вот это самое да чё нам сюда надо базилика и соленая на еще базилика так еще базилика или туда базилика закинуть конечно все замечательно выходит и то есть это займет какое-то время на он так долго делается а я его не включил вы думаете что тут не так были окей не делается быстро на самом деле то есть время немного вообще не занимает хорошо так мы это забираем и дальше делаем то же самое только с апельсином сюда кстати добавлять уже ничего не надо хорошо все мы его тоже забираем следующий наш этап это отправьте нас под после подгарки приготовьте суп с морковью это противень нужен стоит очень такое кто это чего это зачем так нам уже сюда а нам нужен противень все понял да 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 я сказал и не понял что сказал вот нужно тот металлический противень мы его сюда сами оставим все сюда закидываем что нам нужно и начинаем собственно готовку то есть мы это все заливаем накидываем все ингредиенте кида чтобы передать кстати и чего он сам готовим как он готовит что ничего антигальник стягу рец фига мне огурец непонятно может в конце понравится а фига там этапов оказывается погоди так у нас молочек перешел на сказать целую кучу этапов а я не знал окей давай тогда дальше нам нужно порезать наши огурчики так начинаем я истинный шеф-повар окей так после этого нам нужно окей я пропустил этап то есть вот он готовится каким-то не знаю он охлаждается или что с ним или он впитывает возможно да все эту движуху в себе не ясно как это работает ну ладно мы ждем когда он это все сделает так кстати у нас уже день начался давайте-ка заниматься другими делами конечно рецептики новые изучать это круто но она нужна кастрюля на нужна вода нам нужно подготовиться ты мне кажется ли ты воду даже не налил нормально а я не сжал кнопку потому что окей также нужно сразу приготовить соус обязательно я понял что соусы надо готовить заранее тоже крайне важно так не там уже сюда только зайти вот это и вот это соус сделать пошли хорошо это все размещаем и начинаем готовить наш соус перемешивать и нужно раз ну да именно толком не перемешивать и не нужно так нам нужно да 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 погнали за стручками больше ничего не надо только стручки и все хорошо здесь тоже все у нас готовится специи еще нужны какие-то по чутью также глянем соли добавить еще соли добавить еще соли добавить и наверное нужно хватить все замечательно сюда добавлять ничего не надо но это надо перемешивать этим еще займемся все мы один раз перемешиваем и этого должно хватить уже до того готовы соус делается пока соус делается и пока соус делается я предлагаю продолжить наш рецепт всегда изучать ухажаем суп а у нас его целая куча делается фига себе то есть на нам сразу его целую кучу на делается смотрите то есть это можно несколько раз вязать так здесь перемешивать не надо есть выключаем забираем несем сюда здесь выключаем кстати интересно можно просто он же не обязательно должен быть горячий да то есть соус есть соус ему не обязательно нужно быть каким-то там всех естественным окей мы это еще с собой помоем и пока что мы наверное я не знаю может еще раз конечно кто-то салатик закажет но пока одного соуса я думаю хватит окей также пока мы все подготовили я предлагаю доделать весь движ а потом уже до заняться собственно подготовка всего остального или чем или ладно давай не будем заготавливать ингредиенты только мясо будут заготавливать заранее от мяса я согласен надо заготавливать заранее потому что его ну довольно таки долго подготавливать можно то есть пока ты порежешь пока т.д.т.п. особенно рыбу там несколько этапов там надо его и это самое и вырезать да а потом еще и в панировку закинуть то есть это занимает немало времени тут я согласен тут нужно заранее все делать и наверное заранее панировку делать не буду потому что мне кажется странно что у нас в панировке будет рыба в холодильнике лежать это мне кажется не так должно работать так что я это пока вот так вот беру хотя бы два кусочка но подготовить точно нужно так и мы с вами продолжаем заниматься нашим рецептом то есть следующий этап это в холодильник поставить вот эту штуку охлажденный суп то есть мы его отправляем холодильник он тут охлаждается это все мы пока нарезаем и все можно сервировать то есть вот такой же суп все речо или он и так был охлажден но и поглянем час все готово ведь за смотри все готово то есть огурчики все дела но и глянем через этого сейчас выйдет но круто что вот этого одного один раз что могут это все наделали его хватает на несколько блюд то есть от этого всей жижи да все мы обучились готовки этого блюда я предлагаю добавить его в меню пока мы еще успеваем или я уже не могу добавить а вы уже заполнили полки продуктами необходимыми на сегодня изменить сегодняшний меню нельзя но вот это обидно кстати к это обидно о чем я с ним делать и бомжам даже не отдать выкинешь все ну ладно вопрос насколько кстати хватает лайк кстати глянем не правда интересно а вот всего три у нас порции до будет ну слушай это немало это не это очень даже немало это не плова это очень хорошо я предлагаю тогда пока у нас есть возможность сделать еще один соус заранее ну что мне кажется что его буду заказывать немало а давай кстати нет 2 эксперимент проведем я хочу на высоком огне это сделать сейчас мы глянем как это вся движуха будет работать на высоком огне уже там написано было что нежелательно сейчас будет б рейтинг то значит все правильно нельзя на высоком огне потому что соус готовится довольно-таки долго и если уж мало ли есть возможность на высоком огне я бы хотел использоваться и акс это все перемешкиваем дальше давай пожалуйста будет хорошо если будет а плюс или а там вроде а просто там не а плюс всегда показывает еще глянем время эксперимент нет смотри-ка б б б б б б окей то есть соус приготовить не получится на высоком огне как бы я не хотел какое бы у меня желание не было да какие мы его выкидываем чего упала почему пола ну что соус типа выкинул ну да хочу окей давайте скипать время у нас кстати уже почти в принципе время само то и прошло пока мы изучали новый рецептик как я и говорил нас рецепт в принципе пока мы будем новые рецепты изучать нас время будет очень быстро пролетать вместе с готовкой к вечеру так вообще там очень быстро все пролетает дело всем погнали открывать наш ресторанчик все уже тут все на месте это буду скипать уж не вижу смысла это все оставлять так мясо у нас подготовлена клиенты у нас с вами пришли два клиента сразу же у нас с вами сходу залетают у меня соуса забрали перекинь у меня соус забрать смысле и вообще нужно было в холодильник добавлять я еще знал а чего они у меня его забрали в черте надо постам сразу начать готовить все если что соус уже готовится я не ожидал что меня так за сканет то есть надо обязательно все добавлять или в холодильник или без шансов я понял хорошо так ну рассказывай чего им нужно чиплю салат захотят нет разби салата окей мы с вами тогда давай взорвемся сначала рыбкой ну что она делается таки быстро и просто то есть нам нужно просто мука 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 а и масло вот так вот так и надо перемешкивать не забывать полетели но я чуть-чуть скажи все тасс скажи как называется чуть 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 получше стало это самое организована ужас так достаем с новыми сковородочку закидываем ее сюда включаем заранее пока что все размещаем идем за куском мяса кусок мяса это круто предлагаю включать сразу комфор очки эти здесь у нас все готово начинаю с вами готовку здесь у нас тоже все готово это я предлагаю пока убрать куда-нибудь сюда так достаем с вами вторую сковородку закидываем ее сюда пера нам нужен с вами лук лук картошка это я возьму на будущее на всякий мало ли солить до среды вообще ничего делать то есть не солить не перечить ничего общей не нужно жизни это круто возможно было заранее лучок подготовить конечно я учусь этим всем занимаюсь понимаю что надо было наверно заранее то все тоже подготовить по-хорошему это все мы сами добавляем здесь тоже начинаем готовить мясом сразу начинаем закидывать приправы заканчиваем в общем каждый раз надо забирать когда начинаешь готовку я понял добавляем дальше тут так соль перец накидываем что еще все мясо уже превосходно и для жизни больше ничего не нужно закидываем также сюда алёва господи что браться не хотела вечно сбавши там нужно еще вы нажать чтобы это все забрать так чем мы делаем собираем здесь одну вот эту картошку готова лучок готов я мясо ебанат не перевернул какой молодец так это мы тоже с вами забираем и к сожалению он за нас кровью вот как включить использовать кухонная плита вот как мне включить эту кухонную плиту я сейчас вот выключил кухонную плиту чем эти делать короче к сожалению получится с мясом я херню сделал вот я забыл чтобы вот это вот непонятно может я чего-то не понимаю в этой жизни будет поэтому посмотреть ну типа у меня не получается опять включить плиту я если его выключаю то это с концами больше блюда не исправить почему так сделано мне не ясно но я думаю и так или иначе они будут довольны надеюсь так что мы сейчас отдаем блюдо хорошо а плюс хоть одно а плюс это уже победа на самом деле все все блюда мы с вами отдаем посетители кушают с мясом с кровью ничего страшного как бы пока мы с вами немножко убираем все чуть-чуть со всеми всем чуть-чуть надо выбраться обязательно так у нас новые клиенты уже подошли так так прикол сегодня все салатик не закажут я при исполнился там один человек перешел так что блюдо будет одно так давай это тоже пока помоем пока там заказ принимают я думаю успеем сковородку ставлю на плите думаю лишним не будет так заказ идет посетили покушали посетители ушли все готово здесь мясом было вкусно процаретесь сегодня ночь так если что-то не геморрой так а ты точно между не заказом сам принимается мясо максимально прожарки мясо нужно хорошо еще все сделаем максимально прожарки кстати еще ни разу не готовился глянем через этого получится лучок нужен обязательно картошка нужно это все мы сейчас с вами сделаем так вот так погнали так картошечка закидывается пучок тоже закидывается мясо переворачивается также точно не забыть еще приправы всякие докинуть перец соль перец соль соль еще все все превосходно так тут тоже нужно забирать картошечку надо под конец готовить что я тупо но она сейчас охладиться картошечку надо теплую подавать горячую вот это я да я мог я мог не мог блять что мешать сделать время экспериментов блять использовать кухонная плита взять стейк вот у меня плиту нельзя заново включить это тупо это тупо рыло я хуйня их уж извиняюсь или погоди а вы нажать там вы нажать на надо как и в принципе везде в других местах а я черенчу интересно а можно сюда закинуть стейк уже закинуть будет учимся на ошибках мы же учимся надеюсь я я надеюсь я учусь они одну и ту же херню пока доделаю в кнопочках путаюсь там f е блин вот я их путаю обычно я там не рукается очень плохо ну она ничего страшного ничего слишком жарят уголь хочешь кушать не надо тебе уголь кушать я я твоем же здоровье за честно это не я виноват интересно эти конфорки вообще работают вроде нет да а все у нас день закончен не успел глянуть ну ладно так или иначе сейчас глянем что там по оценкам лояльность окна еще получено получено да вот тут немножко 2 посетили был несчастлив конечно хотя чаевые все равно оставил хорошие обслуживание не идеальное но хорошая но в принципе ладно 18 20 всегда заказываю что-нибудь новенькое еще ни разу не разочаровали то есть все равно очень так плохо хотя и нехорошо здесь и подумай да окей друзей я предлагаю а нам на этом заканчивать если вам понравилось это видео на ставьте лайки проживать колокольчик если хотите ведь продолжение то это необходимо сделать а я с вами буду прощаться всем спасибо за просмотр увидимся с вами совсем скоро точнее завтра всем пока